Пятый класс, 32 серия. Высказывания. Это всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить. Истинно оно или ложно. Из любого высказывания можно получить его отрицание при помощи частицы НЕ. Допустим, было высказывание истинное. Его отрицание будет ложно. Например, истинное высказывание 4 – чётное число. Отрицание 4 – нечётное число. То есть отрицание ложно. И наоборот, если сначала высказывание было ложным, ну, например, 6 – нечётное число, то его отрицание будет истинным. Неверно, что 6 – нечётное число. Сумма высказываний. Дизъюнкция. Это когда из двух или нескольких высказываний получается новое высказывание при помощи союза ИЛИ. Соединяются высказывания с союзом ИЛИ. Так, если высказывания А и Б были истинны, то дизъюнкция – истина. Если истина – хотя бы одно из высказываний, или оба, то дизъюнкция – истина. А ложна она будет в одном единственном случае, когда А ложна и Б ложна. Высказывание ИЛИ А, ИЛИ Б, вот в отличие от дизъюнкции, будет истинным только в том случае, когда одна часть истина, а другая ложна. Итак, ИЛИ А, ИЛИ Б. Если А – истина, Б – истина, то ИЛИ А, ИЛИ Б – ложна. А истина будет в том случае, когда одна часть истина, другая ложна. Вот, ложна, истина, истина. Ну и когда А ложна, Б ложна, ИЛИ А, ИЛИ Б тоже ложна. Первая задача. На острове всего два города. В одном живут рыцари, которые всегда говорят правду, а в другом – лжецы. Встретились три человека. А, Б и С. А говорит – Б лжец. Б говорит – А и С из одного города. Кто такой С? Так, давайте составим вот такую таблицу. И в таблице запишем все возможные варианты. То есть А, Б и С – либо рыцари, либо лжецы. Так, а теперь давайте рассмотрим все эти варианты. Тут всего восемь вариантов получается. И посмотрим, какой из этих вариантов подойдёт. Итак, А говорит – Б лжец. Значит, если А является рыцарем, то он всегда говорит правду. Значит, он говорит, что Б лжец. Значит, первых два варианта сразу отбрасываем. Не подходит. Так, идём дальше. А, который является рыцарем, говорит – Б лжец. Так, пока всё нормально. Б говорит – А и С из одного города. Если Б является лжецом, то он говорит неправду. Значит, третий вариант не подходит. А вот четвёртый подходит. Лжец сказал неправду. Так, теперь давайте рассмотрим ещё четыре варианта. Так, А, который является лжецом, говорит – Б лжец. Но лжец всегда говорит неправду. Значит, эти варианты сразу отбрасываем. Так, А, который является лжецом, говорит – Б лжец. Ну, на самом деле – Б рыцарь. Так, Б говорит – А и С. С из одного города. Значит, подходит вот этот вариант, а последний не подходит. Вопрос задачи – кто такой С? Итак, вот в тех вариантах, которые нам подходят, а вот это рыцарь, лжец, лжец, или лжец, рыцарь, лжец. Вот в этих вариантах С является лжецом. Значит, ответ в этой задаче – С. лжец, лжец. Вторая задача. Из литра молока получают 120 миллилитров сливок, а из литра сливок 250 грамм масла. Сколько масла получится из 100 литров молока? Итак, если из одного литра получают 120 миллилитров, это 12 процентов. Значит, из 100 литров, давайте вот сначала найдем 12 процентов от 100. 100 литров, 12 процентов от 100, получится 12. Так, а теперь надо еще выяснить, сколько масла получится. Из одного литра сливок 120 грамм, а из 12 литров, значит, в 12 раз больше. 3000 грамм или 3 килограмма. Третья задача. Товарный поезд имеет длину 500 метров, движется со скоростью 60 километров в час, за какое время он пройдет тоннель длиной 500 метров. Итак, что значит поезд проходит тоннель? Значит, вот поезд приближается к тоннелю, и до тех пор, пока последний вагон не покинет тоннель, поезд находится в тоннеле. Он еще тоннель не прошел. Итак, поезд имеет длину 500 метров, и тоннель тоже 500 метров. Значит, нужно пройти в общей сложности 1 километр. 500 метров плюс 500 – это 1 километр. Так, скорость поезда 60 километров в час. Значит, за 1 час поезд проходит 60 километров, а 1 километр он пройдет за 1,6 часа, то есть за 1 минуту. Ответ – 1 минута. КОНЕЦ Продолжение следует...